Доброе утро! С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром и с хорошим настроением! В нашем сегодняшнем выпуске... «Отогнув уголок занавески, смотрят барышни в каждом окне, как в расшитом седле и в черкеске, я горцую на резвом коне». Михаилу Боярскому было довольно сложно. Он в этом водевиле играет несколько ролей. Он переодевается в охотника, он переодевается в горского князя, и каждый раз ему надо было петь другими голосами и в другой манере. Рассказ композитора Геннадия Гладкова о новом телевизионном художественном фильме «Сватовство гусара». «Гражданин А. был задержан с поличным при попытке сбыть шерстяной свитер серого цвета». «Случай из следственной практики». «Ну, Заяц, ну, погоди!» «Встреча с любимыми героями мультфильмов». «Из характеристики». «Товарищ Васильков М.Е. принимает активное участие в художественной самодеятельности. Так, новогоднему утреннику он самостоятельно разучил и исполнил куплеты герцога из оперы Верди и Ригалетто». «А-а-а-а!» «А-а-а!» «А-а-а-а!» «А-а-а!» «А-а-а-а!» «Я-да-я-р висаный, мы-мы-мы-мы» ПЕСНЯ И, конечно же, песни, одна из которых, композитора Александры Пахмутовой и поэта Николая Грибачева, начинает нашу сегодняшнюю передачу «Завтра в путь кому-то» исполняет вокально-инструментальный ансамбль «Голубые гитары». ПЕСНЯ ПЕСНЯ Завтра в путь кому-то Неизвестный путь, свежий ветер в грудь, не забудь, любимую друга, не забудь. Неизвестный путь, свежий ветер в грудь, не забудь, любимую друга, не забудь. Счастья не достанешь из кармана, мы свое отыщем и возьмем. На бескрайних красах океана, на земле, под снегом и дождем. ПАДАЯ МИНУТА Завтра в путь кому-то Неизвестный путь, свежий ветер в грудь, не забудь, любимую друга, не забудь. Неизвестный путь, свежий ветер в грудь, не забудь, любимую друга, не забудь. Пусть еще мы мало совершили, все пути открыты и молоды. Мы в наследство землю получили, а под звезды сами полетим. ПАДАЯ МИНУТА Завтра в путь кому-то Неизвестный путь, свежий ветер в грудь, не забудь, любимую друга, не забудь. Неизвестный путь, свежий ветер в грудь, не забудь, любимую друга, не забудь. Дебютанты, доброго утра. Сегодня в нашей передаче впервые принимает участие юморист Виктор Токарев. Вообще-то, Виктор Валентинович капитан милиции, и нам приятно, что его дебют в нашей передаче пришелся именно на сегодняшний день, в день советской милиции. Но сначала, Виктор, к вам несколько вопросов. Пожалуйста. Когда вы начали писать? Ну, первыми моими опытами в области юмористической фантастики. Мне кажется, можно считать мои объяснительные записки в деканат по поводу пропущенных лекций. А почему вы вообще стали писать юмористические рассказы? Вообще-то, я пишу драматические истории, но их почему-то называют юмористскими. А ваши планы на ближайшее будущее? Хочу написать кандидатскую диссертацию и несколько юмористических рассказов. При этом хочется, чтобы моя диссертация не вызвала смех, а юмористические рассказы не были похожими на протоколы. А скажите, как вам удается сочетать юмор с работой? Ну, мне кажется, что юмор никакой работе не помеха. Что же касается работы, то, знаете, иной раз встречаются такие мастера-гиперболы, метафоры фантастики, что просто грех не сделать их героями юмористических рассказов. И вот пример юмореска Виктора Токарева «Шапка». Гражданин А был задержан с поличным при попытке сбыть за 70 рублей шерстяной свитер серого цвета. При личном обыске в чемодане гражданина А было обнаружено 10 шерстяных свитеров различных цветов. При обыске квартиры гражданина А было обнаружено 42 клубка шерсти и деньги в сумме 1000 рублей. Из материалов уголовного дела. Объяснительное письмо. Гражданин следователь, я человек прямой, и поэтому режу правду матку в глаза, как бы горька она ни была. Чтобы положить конец недоразумению со мной, начинаю резать правду матку. У меня была серая шапка из меха каракуль, которую я нашел у себя во дворе под кустом. С большой сердечной благодарностью к товарищу, потерявшему шапку, я поднял ее и принес домой. Проснувшись утром, я был удивлен тем, что шерсть на шапке выросла, и длина волокон в среднем составила 15 сантиметров. Ходить в такой лохматой шапке я, как порядочный человек, не мог, поэтому шерсть я постриг. Но на следующее утро шерсть опять выросла. Я ежедневно стриг шапку, но на следующее утро она опять обрастала. Чтобы куда-то девать шерсть, я научился вязать. И связал себе три шапки, пять пар носков, джемпер, 12 свитеров и зимний носовой платок. Так как вязание успокаивает нервы, я стал баснословно спокойным. Когда запасы шерсти достигли значительных масштабов, я стал вязать свитеры всем нуждающимся в них. Обращаю ваше внимание на то обстоятельство, что деньги за свитеры я не брал. А те деньги, которые лежали у меня дома в шкафу, я нашел в скверике напротив магазина и собирался сдать в милицию. Желая обеспечить свитерами как можно большее число трудящихся, я взял отпуск за свой счет и пробыл в нем около года. К сожалению, шерсть все пребывала и пребывала. И чтобы избавиться от ее избытка, я стал раздавать клубки направо и налево, пока меня не задержали ваши товарищи. При задержании я вел себя с достоинством и вместе с тем просто. Вы спрашивали, на какие деньги я жил около года, пока находился в отпуске за свой счет. Как нетрудно догадаться на те деньги, которые я нашел в скверике напротив магазина. Жил очень скромно, так как собирался сдать деньги в милицию. Предъявить вам шапку не могу. Где она, неизвестно. А та серая шапка из меха каракуль, которую вы мне показывали, Хотя на ее подкладке написаны мои и имя, фамилия и домашний адрес не моя, Так как на ней не растет шерсть. На основании вышеизложенного прошу вас немедленно меня освободить И наказать задержавших меня товарищей по всей строгости закона, Чтобы другим было неповадно. С искренним уважением к вам и к задержавшим меня товарищам, Ряднюк, задержанный. Из почты доброго утра. Вот письмо от студентов Медицинского института города Воронежа. Нам очень нравятся песни в исполнении французского певца Сержа Лама. Очень бы хотелось услышать их в ваших передачах. И расскажите нам, пожалуйста, об этом певце. Это письмо. А вот наш ответ. Портрет Сержа Лама, пожалуй, показать мы не сможем. Это очень известный французский эстрадный певец Со значительным интересным репертуаром, И его изображение не может поместиться в 7-8-минутный радиоочерк. Мы покажем вам маленькую звуковую фотографию Лама, На которой он, это, как вы понимаете, необходимо для передачи с добрым утром, Выглядит улыбающимся, смеющимся, веселым, Иногда хохочущим, что называется, от души. Порой Лама бывает и меланхоличным, и серьезным, и ироничным. Причем ирония у Сержа Лама бывает очень злой. Вот одна из таких едких реплик Лама, В которой он высмеивает некоторых дам, Любительниц разбивать мужские сердца. Ах, восклицает Лама, Сокрушить столько судеб и отказаться от стольких цветов. Песню эту Лама так и назвал Ах. Ах, восклицает Лама, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Передача эстафеты от отца сыну совершилась удачно. Кстати, первый же эстрадный конкурс, где Лама одержал победу, Назывался как раз эстафета. Эстафета французской песни. Конкурс был организован газетой Humanite. Лама начинает выступать в мюзик-холле Бобино вместе с такими известными певцами и поэтами, как Брасенс и Барбара, но затем попадает в автомобильную катастрофу и с огромным трудом через два долгих года возвращается к Рампе. Возвращается уже как мастер ремесла, нашедший свой язык, стиль, манеру. Словом, стал тем, о ком он сам поет в своей известной песне «Звезда». Слава звезды, как поет Лама, требует от актера всей его силы, всю его энергию, все его чувства. Слава звезды, как поет Лампе. Слава звезды, как поет Лампе. Вот вы и рассмотрели, или, простите, расслышали маленькую звуковую фотографию Сержа Лама. Но вот какая штука. Пока мы вам ее показывали, мы поняли, что была допущена известная несправедливость. Какая же? Оказывается, в песенке «Ах» Лама обвинил женщин в том, что они, видите ли, губят мужские сердца. Бедные мужчины с трудом пришли в себя от удара и с помощью того же Сержа Лама отвечают, что на их счету также немало женских сердец. Песенка «Ответ» называется «Сердце браконьера». Вы услышите в этой песенке целый перечень жертв, хвостуна. Перечень, которая начинается с таких трогательных женских имен, как Жюльетта, Франсуаза, Симона. Стало быть, песенный мини-матч мужчины-женщины, представленный Сержем Лама, закончится к ничьи. Песенка «Сердце браконьера» Песенка «Сердце браконьера» Песенка «Сердце браконьера» Наш автор из Симферополя Юрий Портов дал свой юмористский такой подзаголовок. Внимание, акселераты. Откровенно говоря, мы не очень-то поняли, к чему призывает автор. То ли к тому, чтобы окружить особым вниманием сверходаренные подрастающие поколения, то ли к особой осторожности при общении со сверхразвитыми современными детьми. Короче говоря, мы решили вынести эту юмористку на ваш суд. Итак, характеристика. Настоящая характеристика выдана товарищу Василькову Максиму Евгеньевичу, воспитаннику средней группы детского сада с физико-химическим уклоном имени Бойля Мариотта. Товарищ Васильков М.Е. находится в данном коллективе всю свою сознательную жизнь, а также часть несознательной. Здесь он вырос от ползунка ясельной группы до воспитанника средней группы детсада. Именно здесь он сделал свой первый шаг. Здесь у него выпал первый молочный зуб. Здесь он сказал свое первое слово вообще и в науке в частности. Несмотря на сравнительно молодой возраст, 5 лет 8 месяцев, товарищ Васильков успел зарекомендовать себя с положительной стороны. Он умеет бегло читать, переводить со словарем и без, вычислять с беном Ньютона, строить из кубиков дом и из песка крепость, охотно слушать сказки «Теремок», «Репка», «Красная шапочка», а также лекции по термодинамике. Товарищ Васильков М.Е. принимает активное участие в художественной самодеятельности, так как новогоднему утреннику он самостоятельно разучил и исполнил куплеты герцога из оперы «Верди» «Риголетто». Товарищ Васильков М.Е. пользуется заслуженным авторитетом у товарищей. Не жалеет для них ни паровозик, ни лошадку, ни микроэлектронный компьютер электроника БЗ-09М. Всегда готов поделиться с товарищем последней пеленкой. Морально устойчив, не обижает маленьких, к девочкам относится отрицательно. Критику воспринимает правильно. В необходимых случаях сам становится в угол. За все это товарищ Васильков М.Е. неоднократно поощрялся дополнительной порцией компота. Коллектив средней группы детского сада с физико-химическим уклоном имени Бойля Мариотта рекомендует принять товарища Василькова Максима Евгеньевича в старшую группу этого же детсада. Конечно, в юморесской краске несколько сгущены, но не кажется ли и вам, друзья, что и разговоры об акселерации тоже несколько преувеличены? Безусловно, современные дети более образованы, более начитаны и более эрудированы, чем раньше, но дети всегда остаются детьми. И услышав, например, волшебное слово «мультики», даже самые серьезные из них забывают обо всем на свете. Уважаемые наши юные слушатели, сегодня последний день ваших каникул, и мы приготовили вам небольшой сюрприз. Сейчас вы встретитесь с героями ваших любимых мультфильмов. С какими? Ну, мы думаем, что ни один из них в представлении не нуждается. Мы уверены, что и взрослые без труда узнают их по голосам. А если и не сразу узнают, то дети им наверняка подскажут. От улыбки хмурый день светит, От улыбки в небе радуга проснется, Поделись улыбкою своей, И она к тебе не раз еще вернется. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, И кузнечик запиликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, Ну, а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река, Ну, а дружба начинается с улыбки. Карлсон. Карлсон! Привет, Карлсон! Привет, малыш. Слушай, а почему ты меня не спросишь, где я пропадал все это время? Где ты пропадал-то все это время? То ты, я был у своей бабушки. Да, у меня, знаешь, какая бабушка? Она, как меня увидит, сразу орет на всю деревню. Карлесончик дорогой! А потом как налетит, как обнимет. Да, моя бабушка, она чемпион мира по обниманиям. Вот это да. Что, не веришь? Верю. Мне срочно нужна заправка. Торт со взбитыми сливками подойдет. Ой, а я заперт. Что? Ты заперт? Почему? Это домоуправительница, просто какая-то домомучительница. Слушай, а кто это домоуправительница? Мадам! Между прочим, мадемуазель. Ну, пожалуйста, мадемуазель, привет от лучшего в мире привидения с мотором. Не надо, я вас боюсь. Я могу обрежу. О, я могу забрать. Носорок-рок-крок идёт. Крокодил-дил-дил плывёт. Только я всё сижу. Ой-ой! Только я все лежу и на солнышко гляжу Ой, значит так, бегу я по улице, а сил уже нет Волк все ближе и ближе, в самую спину дышит Страшно, ой, а жуть вдруг Вижу магазин телевизоров Я раз сходу и в дверь смотрю Кругом одни телевизоры И на всех экранах заяц поет Маленький такой, ушастенький, но точно как я Посмотрел я по сторонам, вижу Пустой корпус из-под телевизора Кинулся я в него, принял позу, как у того заяца И тоже запел О, соля мио Се пронто те О, соля мио Браво Браво, брависсимо Не устал? Нет Может, еще споешь? А что? Мою любимую Выхожу Один я На дорогу Нет, что-то не хочется Ну, тады пошли, спе ты твоя песенка Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой И неясно, прохожим в этот день непогожей Почему я веселый такой Ах, я играю на гармошке У прохожих на виду К сожалению День рождения Только раз в году Эй Бобик Куда бежишь? А никуда Так бегу себе просто А ты чего дома сидишь? Побежали вместе? Хе-хе Мне нельзя Я тут остался за хозяина А-а-а Слушай Приходи ко мне в гости А никто не прогонит? Ну что ты? Давай Прыгай прямо в окно Да Хорошая конура Большая Не то, что у меня Чудак Это не конура Это квартира Ты чего? А вон Ну что? Веник как веник Что ты понимаешь в жизни? Тебе разве никогда этой штукой не попадало? Еще чего не хватало Тебе хорошо живется У тебя все есть Да Я не жалуюсь Хочу в окно смотрю А хочу на кровать валяюсь А дедушка где спит? Какой дедушка? Ах, дедушка А там В прихожей На коврике А если не слушается То я его веником Это правильно Вряд ли кому-то в наше время Нужно объяснять, что такое В нашей жизни спорт Ведь даже если мы ни разу в жизни Не выбегали с клюшкой на лед Не преодолевали ни одной снежной вершины И не вырывали штангу Весом в 200 килограммов Все равно мы знаем Что спорт Это здорово И настоящий спортсмен Не должен теряться В самых сложных жизненных ситуациях Как считает Герой юморески писателя Евгений Шадьков Скалолаз Когда-то я был исключительно спортивен Альпинизм, хоккей, бобслей Перетягивание каната Все это было для меня семечки Я влезал на вертикальные ледяные стенки Получал хоккейные травмы С улыбкой на лице А теперь Ах Я вздрагиваю от стука форточки И сидя у телевизора в теплом белье Смотрю передачи Спорт-лато Жена считает Что отец двоих Несознательных детей Не имеет права Лазить на вертикальные стенки Вот сегодня Главный бухгалтер Отказал мне в отпуске И я покорно поплелся К своему арифмометру И вдруг Мое спортивное сердце Взыграло И я покатился обратно Как на коньках Главный вырос В дверях кабинета Прямо ледяная стенка Первой категории сложности Стенка Ну так что же Не на такие взлезал Где мои крючья Я же вам отказал Начал главный Мало ли что Вбил я первый крюк Главный хотел скрыться Но я ухватился за дверь И преодолел порог кабинета Главный пустил в меня Снежным комом Отпуск предоставить не могу Сейчас по графику В отпуск уходит Сидоров Но зато выходит Из отпуска Крутикова А на трех Сидоровых стоит Вбил я следующий крюк На пути к вершине Главный сел рядом со мной В кресло Потрепал меня по коленке Вот вы у нас какой Скалолаз Сказал он тепло Не ожидал Не ожидал Но вы понимаете Покатил он на меня Целую лавину Вы мне всю сетку Отпусков сорвете Да мы на вас все держимся Вы наша щитоводная суперзвезда Да вы у нас Эспозито Бухгалтерского учета Я не выдержал Сорвался со всех своих крючьев Повис на веревке Но ухватившись за нее зубами Сказал Незаменимых у нас нет Пусть Сидоров за меня Четыре недели суперзвездой Побудет Тогда главный кивнул головой Подал мне руку И я влез на вершину Домой я мчался Как по воздуху Поздравь меня Сказал я жене Еду на восхождение Ты что Не рада? Я-то рада Сказала она мрачным голосом А кто будет с Машенькой Сдавать за счет По фигурному катанию? А кто пойдет в прачечную И получит там Тридцать пять килограммов Нашего белья? Я почувствовал себя Будто на хоккейном поле Когда опасная игра Идет в моей зоне Никто этого не сделает Кроме тебя Заключила жена И этим Выиграла вбрасывание Однако я перехватил шайбу И стремительно пошел К воротам противника Зачет по фигурному Вместе с ребенком Прекрасно сдаст бабушка А белье По моему заявлению Могут доставить на дом Однако противник Остановил меня корпусом На полной скорости А кто обещал С Машенькой пойти К зубному врачу А Антоше Помочь исправить двойку Я откатился назад И начал Атаку Из глубины Весь позапрошлый отпуск Я налаживал Вязальную машину Которая потом Один день работала А весь прошлый отпуск Переклеивал обои Светленькие На веселенькие В ответ Противник Беспомощно Заморгал глазами И вдруг Применил запрещенный Силовой прием Он спросил Грустным голосом Ты меня уже не любишь Прямо невозможно Бороться с этими профессионалами Подумал я На секунду Расслабился И рассеянно ответил Ну что ты Что ты За что тут же был Наказан голым Потому что Жена ласково сказала Знаешь Мне даже жалко Что ты Не едешь Милый В эту секунду Прозвучала Финальная сирена И я отправился В прачечную Скоро на ваших Телевизионных экранах Вы увидите друзья Новый телевизионный Художественный фильм Водовиль Сватовство Гусара Режиссер Светлана Дружинина Текст песен Юлии Михайлова Отогнув уголок Занавески Смотрят барышни В каждом окне Как в расшитом седле И в черкеске Я горцую На резвом коне Конь горячий И гриф Но послушен И гордится Своим седоком Отчего же Седок Равнодушен К нежным взорам За каждым окном Словно байрон Рукой подбоченьясь Как печорин Кручу я свой ус Неподвижная Неподвижная Нижняя челюсть Говорит об отсутствии чувств Кто на женщин взирает Бестрастно Тот готовит для них западню Так что все это Только гримаса И не верьте мне Ни коню Гусарский романс Романс Исполняет Михаил Боярский Играющий роль Гусара Налимова Это идет в самом начале Фильм С чего и начинается Потом Вся история Любви Налимова и Лизы В гостях у Доброго утра Один из создателей Этого фильма Композитор Геннадий Гладков Но естественно Папаша Некоторым образом Против Так всегда бывает Что если двое любит То кто-то против Вот в данном случае Против папаша Причем он не против В принципе Чтобы дочь вышла замуж А чтобы она вышла замуж Интересно Финансово Чтобы она Принесла что-то в дом Давать за ней Приданной Боже мой Наоборот Поэтому гусар Сам должен заплатить За Лизу Выкуп Честь гусара Ну что может быть дороже Для гусара это все Гусарская честь Проявляется В различных поступках И практическое Воплощение Вот гусарской дружбы В то что они Собирают своему другу Необходимый выкуп Который Налиман должен Заплатить папаше Дальше Лирический дуэт Как недаром Голубки летели Ненапрасно Крыли Друг сердечный Скажи Неужели Наконец-то Мы вместе Одни Позабудь все Что нас Разлучало Не для радости Сердце Открой Не поверяй Не поверяй Это только Начало Бесконечного Счастья С тобой Съемки Съемки Это по-моему Говорят все Что съемки Самого веселого И самого лирического Фильма Всегда сопряжены С огромным количеством Трудностей Я сам выезжал на съемках Бывал И видел Как сложно Снять любой Веселый И смешной Номер В частности Вот В номере Честь Который Исполнялся Во время Пикника На такой Лужайке И поляне Мы сидели С оператором Анатолием Мукасеем И в перерыве Между съемками Раскачивались На таких Специальных Качелях Которые там Были повешены Они были Увидены Бантиками На них Раскачивались В этом В фильме Девушки Которые были Приглашены На этот Пикник В общем Все было мило И замечательно И вот мы В паузе Раскачиваясь На этих Качелях Говоря О предстоящей Съемке Невольно Стали виновниками Такого происшествия Разминались Участники Съемки И ездили Вокруг На лошадях И вот В то время Когда они Мимо нас Проскакили Качели Качели Пошли Прямо на лошадей Лошади Естественно Стали на дыбы Потому что Качели Не очень Как-то обрадовали Вот И не очень Привычные К лошадям Актеры Попадали С лошадей Это вызвало Большую радость Всей публикой Которая наблюдала Эти съемки И значит Так сказать Пришлось после этого Актеров Немножечко починить Немножечко почистить И немножечко переодеть Поскольку Они уже Были Не в рабочем состоянии Вот Это был такой случай На солнце Оружие Блещет Во взорах Огонь и порыв И женское сердце Горжит и трепещет Заслышав Знакомый Мотив Сколько было Братцы Сколько еще Будет Господа Гусары Вперед Друг не выдаст Бог не осудит Добрый конь Не подведет Красотки Младые Навстречу Бегут О ботском Позабыт Сдаются Без бою Но чушь Что такое Раздался Знакомый Мотив Сколько было Братцы Сколько еще Будет Господа Гусары Вперед Друг не Выдаст Бог не Осудит Добрый конь Не подведет Простите Красотки Младые Услышите Трубы Зовут Варянки И врачки Прощайте Не плачьте За нами Уланы Призут Сколько Было Братцы Сколько Еще Будет Господа Гусары Вперед Друг Не Выдаст Бог Не Осудит Добрый Конь Не Подведет Друг Не Выдаст Бог Не Осудит Добрый Конь Не Подведет Вы слушали радиопередачу С Добрым Утром Подготовленную отделом сатиры и юмора Всесоюзное радио Вела передачу Тамара Кузина Режиссер Анатолий Борисов Музыкальный редактор Ирина Земскова Редактор Людмила Яковлева Корректор А.Кулакова